Здравствуйте, зовут меня Марина Геннадьевна, а вы Петр Петрович Сопрыкин. Мы по адресу? Тогда давай встречай нас, мы разуемся и пойдем смотреть твои богатства, твои владения. Во владениях Петра Сопрыкина обстановка почти спартанская, настоящая квартира холостяка. Смущенный хозяин наводит порядок, с утра не успел, торопился на работу. Однокомнатную квартиру в 40 квадратных метров Петр получил весной. За несколько месяцев обжился, обзавелся кое-какой мебелью. Куча планов на будущее. Кухню сделать, обустроить там шкафы, поставить. Ну, шипонеры сюда купить для вещей, собственно. Тот же телевизор. В принципе, все, мне хватит, мне много не надо. В новом доме на Лысвинской квартиры с разной планировкой получили 19 детей-сирот. Чистовая отделка, пластиковые окна, газовая колонка, счетчики и сантехника. Район активно развивается. В ближайшие годы здесь будет вся инфраструктура. Новые квартиры – это не только свое жилье. Подросшие дети учатся самостоятельности, сами планируют свою жизнь. Не случайно и депутаты Самарской губернской думы поднимают этот вопрос. И в правительстве, и губернатор говорит о том, что чем больше будет выделено денежных средств, тем больше у нас детей получит это жилье. И, конечно, будет уменьшаться очередь. В этом году квартиры получили 190 детей-сирот. На очереди еще 2,5 тысячи. Средства на это муниципалитет получит из областного и федерального бюджетов. Олеся Корецкая, Константин Головин. События.